В красном углу Матвей Коробов, а в синем Сергей Ковалев. Эта весовая категория традиционно очень сильная. Коробов в 2003 году выступал за сборную на чемпионате мира в Таиланде. Ну, не очень удачно выступил там. Поэтому на Олимпиаду поехал Гайдарбек Гайдарбеков, который стал золотым призером. Ну, надо сказать, что Коробов конкурировал с олимпийским чемпионом Гайдарбековым. Они боксировали на равных. И какое-то время Коробов был первым номером сборной. Это говорит об уровне, о классе боксера. Ковалев тоже, в общем-то, скажем так, не ходил в запасных. Да, он хорошо себя показал в последнее время. Как вам кажется, Виктор? Да, конечно. Коробов, кстати, боксирует в красной майке. Он в правосторонней стойке, левша. Ударная рука у него левая. Но мне очень всегда приятно и симпатичен Коробов. Вы знаете, он многие свои атаки заканчивают передней правой рукой. Достаточно неожиданно для соперника. Но умеет выходить из атаки. Это то, чем славится, прежде всего, Евгений Макаренко. Двукратный чемпион мира. Который буквально каждую атаку заканчивает передней левой рукой. Так как он правша. Ну вот, знаете, здесь вот по ситуации. Ковалев старается придавить Коробова, прицелиться и нанести удар справа. Вот смотрите, он делает движение левой рукой. Показывает, что атакует. А готовит удар справа. Это видно. На мой взгляд, первую минуту, буквально первую минуту Коробов немножко по-разносторонней, разнообразней. Ну, мне тоже пока больше нравится Коробов. Хотя все очень ровно. Я думаю, так будет и до конца боя. Это, по-моему, один из тех поединков, где... Силы равны. Силы равны, да. И до самого конца так качели будут качаться. То в одну сторону, то в другую. Очень чувствительный боксер Ковалев. Очень чувствительный. И для того, чтобы Коробову сблизиться, подойти поближе, нужно быть очень внимательным. Потому что у Ковалева хороший удар справа. И он все время контролирует ситуацию, что левой руки. Он старается держать Коробову в напряжении. И любое движение встречает справа. Да, до некоторых степеней это ему удается. Вот видите, лево-лево и навстречу справа. Лежу! Ну, неплохие такие защитные действия. Вы знаете, да, но мне кажется, что многовато промахов с обеих сторон. Но это говорит о хорошем защитных действиях соперника. Безусловно, безусловно. Ведь в боксе очень важно... Вы знаете, в боксе, мне кажется, важнее не пропустить. Кто же с этим спорит? Надо этого. Ну, они боксеры такие, не ближние дистанции, и поэтому вблизи... Да, они сразу как-то все скомканно проходят. Я не просто жду, когда их разведут. Вблизи не очень получается. Они близко подходят, грубо говоря. Хотя Коробов, как мне кажется, вблизи, он мог бы быть поактивнее. Потому что у меня такое ощущение в посередине. У него хороший вот этот с дистанции удар слева по корпусу Коробова. Ну, особенно, когда этот удар слева по корпусу заканчивается выходом справа сбоку. Вот прямо здесь, честно немножко промахнулся, здесь стоялся. Ну, сейчас посмотрим. Мне кажется, что вот к этому удару Коробова, левый по корпусу, Ковалев вот уже несколько раз был не готов. Вот Ковалев стал встретил. Да, Ковалев стал уже бросать.